Сейчас мы делаем акцент на доставку как писем, посылок, товаров, так и на оказание услуг на дому, в том числе прием коммунальных платежей, прием подписки и оплата любых других платежей, в частности, тех же, например, налоговых платежей, оформления страховок и тому подобное. Всем этим занимаются наши почтальоны. Особенно я хотела бы остановиться в этой связи на пенсиях. Для пожилых людей это очень важно сегодня. Как можно меньше посещать людные места, а отделение связи у нас относится к таковым. Не нужно приходить в отделение связи. Наши почтальоны, выделенные дни, придут. У нас все пенсионеры получают по четкому графику. Они все знают свои дни, в которых производится выплата. Мы просим, пожалуйста, оставайтесь дома в эти дни, почтальон обязательно к вам придет. Пенсию, конечно, все получат. В общем, мы готовы к этому. Сегодня все ресурсы для этого есть. Почтальоны свои задачи знают. Более того, у нас, поскольку мы говорим о дистанционных сервисах, давно и успешно работает и онлайн-сервис. Подписка почта.ру. Через него можно совершенно спокойно абсолютно любое издание выписать. Не только себе, а вообще на любой адрес в Российской Федерации. Почта России сейчас для удобства наших клиентов тоже снизила тариф на доставку посылок на дом. Я хочу еще раз сообщить телефон горячей линии нашего чувашского филиала Почта России, на который можно позвонить в любое время. Он круглосуточный. И если вам нужна доставка на дом, вы можете заказать 63-62-12. Каким же образом сейчас работать юридическим лицам, у которых есть срочные отправки? Например, судебная переписка идет. Для них, во-первых, у нас работают отделения закрытого типа, которые принимают все эти три дня клиентов посылочного бизнеса. Но, опять же повторюсь, принимают только тех клиентов, которые по договору прикреплены к этому отделению. Продолжение следует...